А какой квартире вы мечтаете? Может такая пятикомнатная? Или вообще эти двухэтажные апартаменты? Но как правило у большинства людей, которые честно зарабатывают свой капитал, первая квартира небольшая. Такое популярное сегодня эконом-жилье вручает многих. Но странно, что этого не понимают сами чиновники. Тих, кто найдолще при посадах, тих, кто ближе до первой особи, они отримают найбільші, найжирніші шматки з ось цього бюджетного столу. Это первый вице-премьер России в Казани. Местные власти привезли вип-политика на почти закончившуюся стройку. Здесь надо сделать маленькую, маленькую, а там сделать ухлевую сумму. Жилплощадью в 20 квадратных метров Шувалов был не то, что удивлен, а просто рассмешон. На рынке сейчас востребовано жилье небольших размеров. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. Но в его кругах популярно совсем другое, а главное, намного больших размеров. Хоромы самого Шувалова в 100 раз больше этих комнатушек. Плюс не забудьте про отдельный домик для собак и их менеджеров. Собаки Шувалова живут набагато краще, ніж громадяни России. Ось до чого доводит ось ця плутократия Путіна, коли чиновники стают олигархами, коли чиновники стают миллиардерами, и можут дозволяти себе ось таки роскошні, але дуже часто невоображаєми звичайними людьми раньше. Только вдумайтесь, одной недвижимости у Шувалова на сумму 100 миллионов долларов. И это только по самым скромным оценкам. Мы нашли его квартиру в Лондоне, замок в Австрии, родовое гнездо в Заречье, несколько незадекларированных квартир на Косыгина, ну и, конечно, царь-квартиру в высотке на Котельнической, жемчужину его коллекции. Очевидно, что чиновник Шувалов живет непосредством. Взять хотя бы его задекларированные автомобили. Ягуар, раритетный лимузин, Майбах и Фантом за 40 миллионов рублей. Но на таких автомобилях далеко не улетишь, поэтому любитель роскоши и комфорта Шувалов приобрел себе еще и нечто подороже. Самолет Бомбардье Глобал Экспресс, один из лучших и самых дорогих бизнес-джетов, стоит более 50 миллионов долларов. Но в своей декларации почему-то первый вице-премьер такой безделушки не указал. Хозяев этого самолета найти очень сложно. Собственник прячется за офшорами. Но зная номер борта, можно спокойно изучить его передвижения, которые каким-то просто мистическим способом совпадают со всеми перемещениями премьера. 30 мая самолет летит в Казахстан. На следующий день Игорь Шувалов появляется там на заседании Евразийского совета. Вот он, по правую руку от Путина. А до этого самолет по 17 мая приземлился в Сочи. Там Шувалов участвовал в саммите «Россия-Осеана». По должности самолет Шувалову не положен. Но, как видим, этот бомбардье ему нужен просто как воздух. Только в этом году на свою дачу в Зальцбург Шувалов слетал 18 раз. Если к этому прибавить и другие перелеты, не считая правительственных встреч, получается кругленькая сумма. Так только один перелет в оба конца, например, к себе на дачу, обойдется вице-премьеру и его родным приблизительно в 80 тысяч долларов. Если человек не был ни одного дня в бизнесе, и все, чем он занимался, это госчиновничество, то понятно, что эти денежки он на лотошил, собственно, ну, людей. Хотя активно пользуется самолетом не только сам Шувалов, но и его жена Ольга. Жена Шувалова, кстати, входит в список самых богатых женщин России, как жена бывшего московского мэра Лужкова. Я почему привожу эти примеры? Потому что это тоже схема. Ольга Шувалова, оказывается, известна не только как жена первого вице-премьера. В более узких кругах ее знают как заводчика породы корги. Ее собаки, а их у нее шесть, со своими личными менеджерами почти еженедельно летают на различные чемпионаты и выставки в любую точку земного шара. И все это, естественно, за деньги налогоплательщиков. Его надо, в общем-то, как бы и сажать. А поскольку этого никто не делает, то... А че ж не купить яхту, если есть такая возможность? А че не стырить деньги, если за это никто не ловит? Если раньше они воровали и прятали, то сейчас они воруют и тратят эти деньги настолько открыто, что просто, ну, швыряют нам в лицо свой роскошный и вызывающий образ жизни. Жерело цего походжения одне. Лояльность Путину, тазмога кратеса российского бюджета. И, пожалуйста, только не думайте, как большинство россиян, которым Киселев и Соловьев ежедневно промывают мозг, что Путин не знает, как живут его подопечные. Мало того, он сам живет еще лучше. Перевозку воздушным авиатранспортом всех должностных лиц РФ обеспечивает специальный летный отряд Россия. На сегодняшний день количество воздушных судов, перевозящих главу российского государства и его окружения, равняется шести. Но до конца 2018 года планируется пополнить летный отряд еще двумя машинами. Как это вежливо назвать? Занимательная фалометрия. Только они меряются не пиписьками, а яхтами, что, в общем-то, одно и то же. Их часто называют летающими дворцами Путина. Ил-96-300ПУ стоимостью 5,2 миллиарда рублей и один Ил-96-300 модификации «Салон» для транспортировки крупных делегаций. Стоимость каждого лайнера составляет около 5 миллиардов рублей. От обычных рейсовых самолетов эти Ил-96-300ПУ отличаются дорогой отделкой и усовершенствованной аппаратурой связи, позволяющей вести конфиденциальные переговоры и при необходимости управлять ядерными силами страны. А российские власти ведут себя с народом так, как это народ позволяет. Эта милая девушка и ее благоверный супруг радостно вещают отчизне об ужасах ЕС и прелестях жизни в России. Она – рупор второго лица государства. Я не понимаю людей, которые там, условно, в Фейсбуке пишут, «Не, ну ты, Димон, молодец, зажег». Честно. То есть, он вам не Димон. Наталья Тимакова, в прошлом пресс-секретарь бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Ныне пресс-секретарь председателя правительства Российской Федерации. Ее супруг Александр Бутберг ранее был простым журналистом в московском комсомольце. Чем занимается сейчас, неизвестно. Зато очаровательный мужчина оформил вид на жительство в самой вражеской Латвии. Ну, это часть нашего политического пейзажа сейчас. Семейная пара обустроила уютное гнездышко в эксклюзивной дюнной зоне Юрмалы. Цена покупки – почти полтора миллиона евро. Но как могла бывшая пресс-секретарь Медведева и временно безработная за три предшествующих покупки года заработать чуть больше стоимости домика? Это все очень показательно. Для них создана тепличная, максимально комфортная система. Я уж не говорю о том, что вокруг государства выстроена система кормушек для друзей и родственников, которые могут получать сверхприбыли. А ведь они даже не понимают, или точнее не хотят понимать, того, что ресурсы страны можно распределять не на троих. Очень мало стран, которые имеют богатство в природе, умели создать справедливую систему распределения блага. Ну, например, это Норвегия. Например, это Кремль-Скандинавские страны. Так в конце лета новая газета решила провести небольшое расследование и узнать, как приближенные к верхушке Кремля проводят лето. Под прицелы объективов попал руководитель Роснефти Игорь Сечин. Тот самый, зарплату которого не знает даже он. Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю. И хоть зарплата главы компании и друга Путина осталась втайне, зато яхту величиной с футбольное поле скрыть так и не удалось. Новая жена Игоря Сечина, Ольга, тоже работает в Роснефти. Но, как заметили многие читатели газеты и интернет-пользователи, женщина, видимо, привыкла больше отдыхать, чем проводить время в офисе. Нескромные селфи, дорогое шампанское. Если бы девочка Оля писала сочинение на тему «Как я провела лето», простая учительница Мария Петровна точно расплакалась бы от обиды. Уровень государственного обеспечения, уровень комфорта, а потом они еще как бы его начали надстраивать и подстраивать под себя, укреплять, развивать и улучшать. И все для себя любимых. В этом плане те привилегии, которые были при советской власти, как бы и то, что сейчас, просто несопоставимы по своему размаху и масштабу. Что такое хорошо и что такое плохо, скорее всего, не знают многие кремлевские политики. О том, что коррупция – это плохо и незаконно, стоило бы знать и министру обороны Сергею Шойгу. Не будучи ни единого дня предпринимателем и проведя всю свою жизнь на госслужбе, он смог построить невероятно огромный дом на Рублево-Успенском шоссе. Что если сегодня поехать на Рублевское шоссе и просто, если бы была возможность получить всю информацию по владельцам всех этих шикарных или сверхшикарных особняков, то я думаю, что можно было бы по обвинению в коррупции, ну, присажать все правительство, половину администрации президента. Но доказать факт наличия подобных поместьй у Шойгу практически нереально. Как правило, по доброй русской политической традиции все имущество записано на ближайших или дальних родственников. Как говорится, я не я, корова не моя. В декларации о том, что это принадлежит сестре жены, может скорее не обмануть общество, а убедить общество в том, что это действительно дом Шойгу и, очевидно, купленный на коррупционные доходы. Хороший дом, конечно. Много кто мог бы в нем поместиться. А вы могли бы позволить себе нечто подобное? Да вы что, издеваетесь? А вам что жалко, что у него за 18 миллионов дом? Ну, как-то, мне кажется, что у чиновника не может быть... Ну, Шойгут у нас один, ну и пусть у него будет дом. А у кого из наших министров нет? Ну, чуть меньше, чуть больше, но у всех у них такие. А вас смущает такая ситуация? Не только смущает, возмущает. Возмущает. Точно так же, как и Шойгу прячет свои богатства Ирина Яровая, председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Правда, бороться с собой российскому политику несложно, а практически невозможно. Поэтому свою шикарную квартиру в центре Москвы за 3 миллиона долларов она задекларировала на тот момент на несовершеннолетнюю дочку. Есть вопрос к тебе такой, что за хата на Тверской? Где прилечь, а где присесть? Комнат 5, а может 6. Нет квартиры или есть Яровая? Они построили себе роскошные дворцы, пристроили детей в западные университеты, вывели в офшоры миллиарды рублей и возят своих собак на частных самолетах. Любители шикарной жизни, слуги народа, которые забыли, в чем их основная обязанность, служат им, они в избытке пользуются всеми благами, даже и не думая о народе. Эти господа могут только одно, обворуют опять миллионы людей, набьют себе карманы, но сделают это с присущим обычным блеском и цинистом. В этом никто не сомневается.